Бывший полковник полиции, бывший сотрудник Ирули не вправе ни в чем обвинять МВД. Не вправе. Потому что он в настоящее время сам фигурант по ряду уголовных дел. Причем коррупционный уголовный дел. Как он может обвинять? Но опять же мы Ирули не называем преступником. До тех пор пока решения суда не было. Идет расследование. Следственный комитет усмотрел состав преступления в материалах, которые мы туда передали. Возбудили уголовное дело. Идет расследование. Он возьмет завтра и прекратит уголовное дело. Мы на Ирули, на навесе, не держим, что он преступник. Да ни в коем случае. Суда дождемся, коллеги. Но обвинять нельзя. Никого раньше времени. И то, что он там компанию развил, мы предполагаем из-за чего. Разберемся с ним. Разберемся. И народ у нас грамотный, все прекрасно понимает. И вы все прекрасно понимаете. Для чего это, почему делается? Надо, наверное, возвращаться к той практике. Это больше похоже на самый пиар. Надо возвращаться к той практике, что когда есть решение суда, точка поставлена. Вот давайте тогда обвиняйте сотрудники. Вот давайте про них говорить, что вы неплохие. Ведь раньше так и было. Дело уголовное возбуждается. Помните 80-е годы, когда я начинал работать. Начало 80-х. И уж не говорю про 70-е. Значит, уголовное дело возбуждается. И об этом никто и не знает, в общем-то. Когда уже человека судили, ну какая-то информация доводится. И далеко не всех возбуждает. А фонд создается, что в структуре работают одни преступники. И жулики там не знаю. Только с одним.